Проблем в сфере ЖКХ всегда много, но это не значит, что с ними стоит мириться. С таких слов начал встречу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что за два года, благодаря обновлению подходов в деятельности Государственной жилищной инспекции и активности людей, удалось избавиться от ряда недобросовестных управляющих компаний, которые зачастую не предоставляли услуги, а занимались мошенничеством. Я в постоянном режиме бываю в различных муниципалитетах, городах, сельских районах нашей замечательной Самарской области. И в каждой территории глава местного субправления меня убеждает в том, что знает абсолютно все проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Каждого дома, каждого председателя Совета многоквартирного дома находится на прямой связи и решает эти вопросы по мере возникновения. Но хочу вам сказать, что прямое общение со старшими по домам, анализ тех обращений, которые поступают в мой адрес, в адрес губернатора, показывает, к сожалению, что реальная картина далека от той, которую мне пытаются представить. Губернатор заявил, что эту ситуацию надо менять и призвал активных жителей региона к прямому контакту, поскольку именно старшие по домам, руководители ТОС, знают те проблемы, с которыми сталкиваются жители. К Дмитрию Азарову обратилась председатель многоквартирного дома по адресу физкультурная 129 Антонина Коваль. Она рассказала, что устав от недобросовестной работы управляющей компании, жильцы создали собственную УК. Сегодня мы достаточно успешно справляемся с задачами в части содержания обслуживания нашего дома. Мы за год обслуживания привели в порядок коммуникации и конструкции, отвечающие за безопасное проживание, и снизили аварийные ситуации на 80%. Конечно, наиболее качественно услуги предоставляются там, где сами жильцы берут свои руки в управление жилищным фондом. Я вас хочу поблагодарить и всех, кто принимал участие в создании такой управляющей компании, тех людей, которые решили взять на себя ответственность. Это же всегда непросто. Председатель МКД отметила, что у жильцов есть вопрос, решить который самостоятельно они не могут. Рядом с домом проходит магистральная труба холодного водоснабжения, которая требует ремонта. Из-за порывов дом подтапливается. Около двух лет труба не течет, но маяки, установленные на доме, показывают динамику трещин. Жители опасаются новых порывов и просят заменить аварийный участок трубы. Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елены Лапушкиной совместно с собственником коммуникаций в кратчайшие сроки включить работы по замене участка трубопровода в планы на этот год. Уверен, что возможность есть такая. Коллеги, давайте исходить из того, что там, где люди берут на себя ответственность, им помогать в первую очередь. Среди обращений, прозвучавших на встрече, была и просьба отремонтировать улицу Академика Кузнецова в Красноглинском районе Самары. По словам местных жителей, дорожное покрытие в плохом состоянии, образовались ямы. Дмитрий Азаров заявил, что в год юбилея великого конструктора нужно привести улицу, носящую его имя, в порядок. На этой неделе по муниципалитетам были распределены дополнительные средства на ремонт дорог. Часть денег можно направить на ремонт улицы Кузнецова. Встреча с председателями советов многоквартирных домов ТСЖ, ТСН и ЖСК продлилась около трех часов. По каждому прозвучавшему вопросу даны поручения главам муниципалитетов. Остальные проблемные темы и поступившие предложения также будут отработаны. По инициативе главы региона такие прямые диалоги станут регулярными. Виктория Шарея, События.